У нас очень важная тема сегодня. Я уже неоднократно говорила, что мы будем учить, как мы должны делиться своей историей здесь, в интернете. Hi, Melanie! И поэтому мы будем сейчас делиться, немножко подождём людей. Я хочу убедиться, что... Привет, Галина! Я хочу убедиться, что меня слышно. И мы будем говорить на тему 5 вещей, которые нужно использовать в своей... Учитывать, когда ты делишься своей историей. А также 5 моментов, чего не нужно делать, когда мы делимся своей историей. Это касается не только... Это касается не только того, вот то, что когда мы делимся своей историей, потому что это может быть что угодно. Это может быть даже любое наше послание, когда мы пытаемся кого-то научить. Но в данный момент мы говорим конкретно об истории, которой делимся. Почему это важно. И пока у нас, как говорится, народ собирается, я немножко ещё раз повторю и поделюсь, почему важно. Если есть возможность, послушайте прежние темы, которыми я делилась по поводу, почему важно делиться своей историей. И цель этого, что Господь сделал в моей жизни. Потому что половина населения земного шара общаются устно. Очень много людей сейчас, которые только смотрят видео. Они не читают книги и слушают маленькие-маленькие истории и рассказы, какие-то видео. Отдельной темой мы будем говорить, как делать видео. Сегодня фокус именно об истории. Как её составлять, что нужно учитывать и для чего эта история. Важно делиться тем, что сделал Господь в нашей жизни. Чтобы люди знали, что есть Господь, есть Бог. И когда мы просто включаем проповедь, например, церковь такая-то, передаёт такое-то послание, такое-то слово, то не всегда люди слушают это. Не всегда слушают, потому что неверующие люди, которые не знают Христа, они не способны слушать очень долгую проповедь. Особенно, когда они включают какое-то видео, они смотрят, сколько там минут. Сейчас все смотрят, сколько минут длится твой месседж. И если это там 40 минут или что-то, сколько-то, сразу говорят, оу, когда я присылаю какое-то видео, они смотрят, сколько минут и говорят, ой, такое длинное. То есть сейчас проблема номер один у людей – это дефицит времени. И люди не смотрят что-то длинное, поскольку сейчас идёт очень большая перенагрузка, информационная перенагрузка, люди смотрят что-то короткое, конкретное, важное, важное и актуальное. И истории люди любили всегда, во все времена, с древних времён люди любят слушать истории. И мы можем восполнить эту потребность людей, то есть делиться историями, и в то же время мы можем донести Евангелие очень таким простым путём. Донести в нескольких предложениях, что сделал Господь в моей жизни. Не обязательно делиться всей твоей тестимонией, всем твоим свидетельством. У нас был один забавный случай в Казахстане. В Казахстане слово «свидетельство» и слово «айди», удостоверение личности – это одно и то же. И как-то мы приехали благовествовать в одно место, и следом приехала полиция, начали проверять наши документы. И один полицейский нашему брату говорит, предоставь своё «айди», он имел в виду. А он подумал, что тут говорит, давай расскажи свои свидетельства. Он обрадовался, о, полицейский меня спрашивает, и начал ему свои свидетельства рассказывать. То есть мы, конечно, используя свою историю, можем коротко донести своё свидетельство, рассказать короткую историю, что Господь сделал в моей жизни. И здесь мы отметим пять пунктов, что нужно учитывать, когда мы составляем свою историю. Чтобы люди слышали нас, чтобы люди хотели слушать, чтобы люди не выключили видео через три минуты. Или там первый раз я говорила в том видео, да. И если здесь другая аудитория, кто-нибудь знает, можете мне сказать, сколько секунд слушают, или сколько минут слушают видео люди, разные люди слушают видео, любое видео, неважно, не обязательно христианское или какое-то. И сколько минут они слушают, и в течение скольких минут они делают решение, слушать дальше или нет. Как вы думаете, Ангелина, Анжелика, Анжелика, можешь поделиться? Ты у нас ютубер, и ты знаешь, сколько минут или секунд люди слушают, чтобы принять решение, слушать дальше или нет. Может кто-то поделиться? Написать, сколько минут или секунд люди слушают любое видео в целом. В общем, есть такая статистика, чтобы потом принять решение, слушать дальше или нет. Но вы пока пишите, я пойду дальше. И для нас важно, чтобы наша история была интересна. Во-первых, интересно. Во-вторых, чтобы её слушали, важно подобрать правильные слова. И как я уже сказала, то, что люди любят слушать истории, важно сказать. Расскажу вам одну историю. Неплохо начать вот с таких слов свою историю. Я бы хотела поделиться с вами своей историей. Послушайте мою историю. Послушайте мою историю. И поэтому важно сказать, что однажды, использовать первые слова «однажды» со мной случился очень интересный случай. Важно использовать первые предложения, первые слова правильно. И вот эти пять пунктов, которые мы сейчас обговорим. Первый пункт. Когда вы составляете историю, что нужно учитывать? Первое – это будьте искренни. Будьте очень искренны, потому что искренность – это то, чего не хватает. Очень много сейчас масок у людей. Люди стараются быть теми, кем они не являются на самом деле. И сама культура вокруг, она заставляет людей быть другими. И постоянно культура вокруг давит со всех сторон и говорит, давай, 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 ты должен, ты должна, ты должна, ты должна быть такой, ты должна успевать, ты должна выглядеть. И человек всё время, всё время в такой вот гонке быть кем-то. Понимаете, поэтому вот недавно, если кто-то смотрел, мы записывали видео с Юлией, с Юлией, с Лос-Анджелеса. Она очень искренне делилась, как она воспитывает детей, она очень искренне делилась, какие у неё отношения с мужем. И вы знаете, это буквально покупает людей, это видео просмотрели тысячи, тысячи, чуть меньше десяти тысяч человек просмотрели, потому что она искренне говорила, что да, у меня в спальне может лежать куча вещей на полу. Обычно наши люди эти вещи не говорят. Обычно мы все стараемся быть получше, чем мы есть на самом деле. То есть искренность, она покупает, она располагает людей. Люди устали от масок, люди устали быть кем-то. И поэтому важно быть самим собой, важно быть искренним. Это один момент. Второй момент, будучи искренним, старайтесь не копировать кого-то. Каждая из вас уникальна, и каждый человек уникален. И вы знаете, мы просто на уровне подсознания кого-то всегда копируем. Даже сами этого не замечаю. Но на самом деле, на самом деле оставайтесь самими собой, потому что Анжелина, она одна такая, Тамара Резникова, она одна такая, и Лилия, она одна такая. И поэтому ваша история, ваша сущность, Бог создал вас уникальной, и старайтесь быть самой собой. Не старайтесь, ну как бы, подгонять себя под какую-то культуру. У нас нагляднообразное мышление. Мы воспроизводим то, что мы видим, и нужно вырабатывать свой стиль, как мы во всех отношениях, быть самим собой и быть свободным в этом. Потому что Иисус нас освободил, Он хочет, чтобы мы были свободными. Что еще важно учесть, когда вы делаете свою историю, ну допустим, вы записали видео, и записываете видео, скажем, об этом мы еще в другой раз поговорим, как записывать, мы сами все растем в этом, и мы все не профессионалы. Когда записываете видео, потом вы его выставляете, и нужно писать сверху название вашего видео, о чем оно. Пусть это в Ютьюбе, может быть у вас есть Ютьюб-канал, может быть это просто на Фейсбуке, это будет лайв. Итак, очень важно подобрать правильное название, оно не должно быть скучным, оно не должно быть такое, знаете, супердуховное название, там, как познать Господа или что-то. Оно должно быть очень таким насущным, то, что сегодня людям нужно, ложка дорога к обеду. О вечности люди мало думают, потому что, когда он там думает, я в вечность попаду, стараются об этом не думать, и стараются об этом не думать, знаете почему? Потому что их людей учат не мыслить негативно, не думать о негативном, они стараются не думать о вечности. Если вы напишите, как попасть на небо или что-то, никто не откроет это видео, ну мало кто, во всяком случае, если это рассчитано на неверующих, а мы же на них рассчитываем, правда ведь? И поэтому важно правильно назвать видео. Ну, например, если вы хотите рассказать, каждый из вас, кто замужем, может рассказать историю своего замужества. И рассказать, как я узнала, что это именно тот, за кого я должна выйти замуж. И, например, можно назвать, может быть, это вам слух режет, но наша задача, чтобы нас послушали. И вы можете назвать так, что, скажем, почему я решила воздержаться от секса до брака. Ну, вот какое-то такое вызывающее название. Или у меня семеро детей, и мои дети не эгоисты. То есть название должно быть очень интригующим, чтобы человек уже захотел кликнуть, пойти посмотреть, что там такое есть. Потому что многие люди, которые не знают Библию, которые не знают Христа, я сталкиваюсь с ними в сетях. Они очень, ну, как сказать, struggling насчет, как воспитывать детей, да, как с ними справиться. Ну, ничего себе, у нее семь детей, или пять детей, или трое, и они растут не эгоисты. Почему? И тут человек открывает, а вы рассказываете одну историю, вторую историю коротенько, да, и вам есть чем поделиться. То есть второй пункт, первый пункт, это вы должны быть искренни, не стараться копировать кого-то, не стараться быть лучше или хуже. Второе, это название должно быть очень интригующее. Знаете, один пастырь приводил пример, он в Кливленде, он преподавал нам по магистрской программе, он доктор, доктор богословия. И он рассказывал такой случай, вышла в свет книга, что такое настоящий мужчина. Ее везде продавали, такой был бестселлер эта книга, такой был ажиотаж. И он говорит, он был очень такой, знаете, ну такой вот прогрессивный, использовал какие-то новые методы, как достичь людей. И его церковь начала очень быстро расти. А в то время, как традиционные церкви вокруг, ну писали такие названия, Господь, Его святость, что-то, ну вот такие вот названия в церкви. А они всегда писали на церкви, они всегда выставляли такой большой плакат, и там выставляли какую-то рекламу, на какую тему в это воскресенье будет проповедь. И там он писал большими, написал большими такими буквами, после бума вот этой книги он написал, так какой же он настоящий мужчина. То есть они все слышат, они все слышали, что есть вот эта книга, все ею заинтересовались. И он сделал такой большой пост, так какой же он настоящий мужчина. Думаете это, ну я думаю, что это заинтриговало многих. То есть наш месседж должен быть актуальный, соответствующей проблеме какой-то. И мы не должны молчать, например, где-то что-то случилось. Вот я была недавно в одном медиафоруме здесь, в Миннеаполисе, и там прозвучала такая фраза. Мы все знаем, что недавно, не так давно, несколько месяцев назад в Лас-Вегасе, когда был вот этот шутинг, когда перестрелка была, очень немногие люди, которые, ну вернее многие отзывались, говорили свое мнение, но наши христиане молчали. То есть некоторые говорили, нужно убрать оружие, некоторые говорили, нужно вот это, нужно то. Такие моменты мы можем использовать и тоже говорить. То есть записать что-то и сказать наше мнение, что об этом мы думаем, да, у нас есть, мы же знаем, как правильно должно быть. Вот, то есть второй момент, это название должно бы соответствовать ситуации. Потом третий момент. Поставьте мне какой-нибудь значок, если вы слышите, если я, если вы слышите и если звук хороший, чтобы, нажмите, пожалуйста, лайк, чтобы, нажмите, пожалуйста, лайк. Вот здесь? Звук нормальный, да? Напишите, пожалуйста, нормальный звук. Спасибо. Я думаю, что если нормальный звук, напишите, пожалуйста, звук нормальный. Третий пункт, тоже очень важный пункт. Когда вы рассказываете историю, важно учитывать тот факт, на кого ваша история рассчитана, на какую аудиторию. Либо это неверующие, либо это церковные люди, но на данный момент мы говорим о благовестии. Спасибо. На данный момент мы говорим о благовестии. Если это благовестие, оно рассчитано на людей, не знающих Христа, оно рассчитано на неверующих людей или там приближенных и так далее. Но тем не менее, нужно учитывать, на какую аудиторию рассчитан ваш месседж, ваше послание. Может быть, вы бывший наркоман, и вы знаете, как освободиться человеку, или алкоголик, или, может быть, просто курили. И то нужно учитывать, как эти люди мыслят, и какой язык им понятен. Или, может быть, вы бывший бизнесмен, и вы знаете, как мыслят бизнесмены, которые очень заняты. То есть нужно учитывать аудиторию, на кого рассчитано ваше послание. Язык должен быть понятный. Язык не должен быть чересчур замудрённый. Не старайтесь показать свой интеллект. Не старайтесь показать, что вы знаете греческий язык в оригинале, или еврейский в оригинале. Я, когда готовлю тему, ну, не историю, а какую-то тему на конференции, я очень часто переписываюсь. Мой муж знает языки, он изучал еврейский, он изучал греческий. Даже мой сын вместе с ним изучал греческий. Я спрашиваю, интересуюсь. Я сама не учила языки, но я всегда со знатоками переписываюсь, спрашиваю, как это в оригинале звучало. Но потом, когда я доношу тему, я не озвучиваю, если только это необходимо по самой теме. Ну, например, параколепто, да, слово, оно означает тот, кто идёт рядом. То есть душепопечитель, да, ну, как бы там, когда непосредственно смысл требуется, то можно сказать, а чтобы блеснуть эрудицией, сказать, что ты там знаешь, как оно звучит на греческом, когда вот эти греческие слова вставляют, ну, как бы, если ты на самом деле язык не знаешь, то не нужно. Или блистать эрудицией. Вы знаете, успех Наполеона был в том, он всегда своим офицерам говорил, говорите ясно, говорите ясно, говорите ясно. То есть люди должны понимать нашу речь. Это должна быть не чересчур простая такая примитивная терминология речи, но в то же время не сильно замудрённая. То есть третье, это должно быть говорить на понятном языке. И ещё один момент, не используйте воцерковленный язык. Не используйте воцерковленный язык, потому что люди, не говорите я спасён кровью Агнца, или там жертвой Агнца, или там если не будем плоть есть и кровь, написано в Библии. Это людей отталкивает. Это не приближает их к Богу. Они потом поймут это. Мы понимаем, что Слово Божие живо и действенно. Мы можем цитировать стихи, стихи, которые им понятны, что Бог возлюбил мир. То есть Слово Божие, оно исцеляет само по себе. Слово Божие, которое мы говорим, если это непосредственно не то, что не наша история, а вот именно когда мы Евангелие несем. Но мы в данный момент говорим об истории. И она должна быть понятна. То есть не использовать воцерковленный язык, такие термины. Некоторые люди, мы даже не замечаем, вот христиане, особенно которые выросли в христианских семьях, они даже просто так не могут разговаривать. Я послала какое-то послание сестре, или молитвенную просьбу, или что-то, она мне пишет, да благословит тебя Господь, сестра. Я говорю, слушай, да пиши ты проще, что ты так замудренно мне пишешь. То есть избавляться от воцерковленного языка, потому что он неверующих отталкивает. Мы выглядим очень странно, особенно когда используем синодальный перевод, в который слова вообще устаревшие, и люди просто не понимают нас. Мы выглядим какими-то очень такими старообрядами, или непонятно кем. Поэтому, третий, этот язык должен быть понятен. Четвертое, добавьте эмоции в ваше послание, чувства. Добавьте юмор. Я в прошлый раз говорила, и напомню сейчас, мы должны три сферы затронуть. Когда передаем какое-то послание, мы должны три сферы затронуть. Мы должны затронуть разум, то есть мы даем информацию. Второе, мы должны затронуть чувства, чтобы человека коснулось. Когда его касается, то он эту информацию запоминает на всю жизнь. Это причина, почему мы, женщины, все хорошо помним. Потому что если коснулось наших чувств, как говорится, я не злопамятная, я просто злая, и память у меня хорошая. То есть мы запоминаем. Потому что у нас чувства занимают очень, эмоции занимают большую часть мозга. И поэтому мы плачем, поэтому мы эмоционально все принимаем близко к сердцу на эмоциях. И эмоции, они как бы оживляют вашу историю, во-первых. Во-вторых, они запоминают, человек запоминает. Поэтому очень важно добавить в вашу историю слезы, добавить в вашу историю естественное, что с вами произошло. Попытаться. Вот у человека, как фильм, должно в голове пройти, то, что вы хотите рассказать о себе. Целая картина. И Господь поможет. Когда вы включитесь, вы просто естественно начнете это все рассказывать. Господь поможет. И тут поможет еще, знаете, что поможет здесь репетиция. Нужно репетировать. Любой может включить телефон, записать на видео, отрепетировать эту речь. И потом еще раз посмотреть, и посмотреть еще раз. И увидеть со стороны, что не так. И потом уже доносить ее, то есть ее переделывать, улучшать. Каждый раз. Первые наши видео будут самые ужасные. Первые видео будут такие, и что очень много критики. И каждый раз, когда мы видео делаем, мы видим, ой, здесь недостаток, там недостаток. Потому что мы в процессе, мы учимся. Мы же не профессиональные актеры. Мы не заканчиваем там какое-то театральное, какое-то искусство. Поэтому мы учимся. Но тем не менее, достаточно, достаточно набрать навыков и знаний, как нам делиться своей историей. И поэтому мы добавили четвертый пункт. То есть, это должны быть эмоции. Мы не должны быть, знаете, или чересчур хмурые, грубые. И, ну, не то что грубые, а грустные, хмурые. Доносить историю нашу о благой вести с такими, я так счастлива, я счастлива с Господом. Да, но эмоции должны быть более как бы естественны, соответственны тому посланию, которое мы передаем. Либо если что-то такое трогательное, что у вас появились слезы, это нормально. Не нужно это сдерживать. То есть, это должно быть естественно, когда мы делимся нашей историей. Пятый пункт. Придумайте какой-то... Вообще, наш мозг любит новые идеи. Это должна быть всегда какая-то... Пятый пункт. Это будет как, ну, как бы, как конклюжн, как заключение. Это должно быть что-то, что побудит человека к действию. И включайте здесь какие-то яркие, яркие, скажем, какой-то пример яркий. Ну, скажем, как... Вот я вам покажу. Вот, например, Франсис Чен, есть такой проповедник в Сан-Франциско. Он в одной проповеди показывал, знаете, вот такую вот веревку. Это я показываю вам зарядник. И она была... Кончик окрашена красным. А вся веревка была длинная, длинная, длинная. И он показывал этот пример. Он показывал, что... Вот когда он ее окрасил здесь вот так немножко, и показывал, что вот это... Вот это наша земная жизнь. А остальное, все-все-все-все-все, это вечность. И он говорил, большую часть своего времени, энергии, всего-всего мы проводим вот здесь, где вот красным окрашено. И очень мало заботимся о том, что важно для вечности. Вы знаете, вот такая яркая картинка, она, например, она у меня осталась в голове уже на всю жизнь. И запомнилась вся его проповедь, о чем она была. Потому что он закрепил это таким ярким примером. Билл Гейтс, когда однажды он говорил о проблеме малярии в бедных странах, он сделал тоже однажды такую яркую вещь. Он принес на сцену, он был спикером, и принес на сцену банку, такую банку закрытую, и выпустил комаров. И говорит, почему только люди из бедных стран должны чувствовать вот этих вот комаров малярийных. Вы представьте публику, да, ну такая реакция, что он там малярийных комаров выпустил. Ну потом он, конечно, сказал, что это обыкновенные комары и так далее, но эффект уже был. То есть он показал, что насколько человек себя чувствует, а, малярийный комар, сейчас он меня укусит. То есть он достиг своей цели. То есть мы должны приносить вот какие-то яркие, такие яркие запоминающиеся моменты, чтобы донести нашу мысль, донести, сделать нашу историю более яркой, более запоминающейся. И это мы прошлись пять моментов, что нужно делать, чтобы вашу историю слушали. И мы еще раз повторим, это быть искренним, первое. Второе, быть искренним и не копировать кого-то. Второе, учитывать название вашей истории, оно должно быть интригующим. И первые слова, которые вы говорите, они тоже должны быть очень такие интересные, чтобы человек хотел дальше оставаться в вашем видео, чтобы он через три секунды никто не ответил. Никто не знает, да, что... Никто не знает, сколько секунд люди смотрят видео, прежде чем решить, смотреть его дальше или нет. Никто не знает. Второе, это не копировать. Название должно быть интригующим. Третье, доносите вашу речь на понятном языке, в зависимости, на какую аудиторию рассчитано. Если это неверующий, то не должно быть слишком много воцерковленной речи, слов, которые они просто не понимают. Четвертое, добавьте, ваша история должна быть эмоциональной. Мы стараемся сдерживаться, как христиане, мы стараемся сдерживать свои эмоции, но эмоции, это то, что в нас Бог заложил, и через эмоции мы можем выражать свои чувства и касаться чьих-то чувств, поэтому не нужно их прятать глубоко. И пятое, добавьте, чтобы люди запомнили какой-то яркий пример, чтобы люди запомнили то, что вы хотите донести, вашу идею, и чему-то учились. Теперь затронем пять моментов, что не нужно делать, когда вы говорите своё послание, свою историю. Двенадцать секунд. Галина сказала. Ну, почти угадали. Одиннадцать секунд. Это исследование Ютуба. Если первые одиннадцать секунд зацепили слушателя, то он дальше слушает. Если первые секунды были неинтересны, он просто отключает. Ну, как бы статистика есть такая. И это настолько уменьшилось сейчас, потому что раньше это было во времена Черчилля, это была одна минута. То есть за первую минуту оратор должен был захватить внимание публики, внимание аудитории, и потом уже решал человек, насколько ему дальше слушать или нет эту историю. Вот. Теперь момент, то, что не нужно делать. Самое первое. Никогда не извиняйтесь, что вы не очень готовы. К примеру, конечно, вы будете записывать своё видео, историю, может быть, заранее готовиться, её приготовите, обрежете, подрежете там, и так далее. Но потом уже будут моменты, когда вам внезапно придётся записывать видео, где-то говорить. Может быть, вы будете где-то на какой-то, на каком-то ивенте, на какой-то встрече, и вам захочется записать какую-то мысль. Или вас внезапно где-то попросят поделиться. Можешь ли поделиться своей историей? Я сама сталкивалась несколько раз с такими моментами, и поэтому я решила очень важным это подчеркнуть. Никогда не извиняйтесь, что вы не очень готовы сегодня. Никогда. Не нужно этого делать. Уже как приготовились, так приготовились. Потому что вы сразу закрываете уши людей. Если вы будете говорить, да вот вы измените, я вот долго ехала в дороге была, или там не выспалась, или ещё что-то. Всё, вы уже моментально отключаете людей. Они уже просто... Наш человек, он настолько настроен так, если говорить что-то негативное, то человек невольно настраивается на это и уже рассчитывает на то, что, а, что там слушать, он там не выспался, или вообще не готовился, что я его буду слушать. Хотя мы должны понимать, что иногда бывает, что человек вначале немножко пробуксовывает, потом молится где-то. Раз-раз, пошёл-пошёл, он всё равно донёс то, что хотел донести. Никогда не нужно извиняться, что вы недостаточно готовы, или что-то вот не то с вами. Первое, что не нужно делать. Второй пункт. Никогда не нужно хвалить себя. Не стараться подчеркнуть своё я. Да, почему? Если мы хотим говорить о Христе, если мы хотим доносить Евангелие, вообще, как бы, наше послание всегда должно быть христоцентричным. Мы должны красной нитью мысль о Боге должна пройти. Так вот, ненавязчиво, но тем не менее, мысль о Боге, что как Господь действовал в моей жизни, как Иисус помог мне вот в сегодняшнем дне. Я была в такой ситуации, и Господь мне помог. То есть она должна быть христоцентрична, чтобы прославить Бога. Не прославить себя, какая я такая хорошая, умная. Я как-то слышала, пару раз я слышала от них проповедников, которые сказали, что мне Бог сказал, ты будешь проповедовать, и тебя будут слушать тысячи людей. Может быть, Бог так и сказал, конечно, я не знаю, но Библия не совсем это подтверждает, потому что когда Гедеон собрал огромное войско воевать, Бог сказал, этих отпусти, этих отпусти, этих, потому что слава будет не мне, а людям, а тебе, твоим. То есть Божий принцип, он действует по-другому. Он редко когда будет подпитывать нашу гордыню и говорит, что ты будешь проповедовать, тебя будут тысячи, слушай. Это не о нас речи вообще, наше послание должно быть христоцентричным. Или тоже слышала, как один проповедник говорил, что если мой успех не от тебя, разрушь этот успех. Ну как-то я не знаю, мне немножко это слух режет. Какой наш успех? То есть наша мысль должна быть христоцентричной, чтобы прославить Бога. И я сама над тем работаю, и все мы над этим работаем, чтобы не... Третий пункт – не употреблять много междометий. Конечно, мы все не профессионалы, как спикеры. Мы не профессионалы. Но сейчас можно научиться всему. Даже моя дочь Айша, она берет классы, она берет классы по дебаты, она учится в школе, где их учат, как вести дебаты, как говорить, ну и многие предметы. И она сейчас теперь уже, когда слушает проповедника, она слушает, сколько раз он говорит и, э, а, м, м, то есть вот эти междометия. Нужно над этим работать, чтобы избавляться, потому что они у нас у всех есть, в том числе слова какие-то, которые мы употребляем, работать над этим, не говорить, что а, ну, а, там, и так далее. То есть это отвлекает. Это третий пункт. Четвертый пункт, он очень важный, я бы хотела подчеркнуть его, очень-очень-очень важный пункт. Не унижать никого через свое послание. Не унижать никого. Это должно быть, как бы, основным моментом всего, что мы говорим. Пусть это делимся мы своей историей. Пусть это будет, просто разговариваем с кем-то, пусть это будет тема какая-то, или тестимоний, когда мы записываем видео, или где бы ни было. Не унижать никого, не унижать женщин, не унижать мужчин, не унижать какую-то динаминацию, вероучение, конфессии или нации. Просто избегать этих тем. Потому что наше послание, оно рассчитано на всех, и мы не знаем, чьего сердца оно коснется. Но если мы не будем учитывать вот эти пункты, то мы можем просто автоматически закрыть уши определенной большой аудитории людей. Ну, например, мне иногда присылают сестры проповеди, прислали проповеди одного проповедника, который говорил, ну, такой довольно уважаемый очень человек, и он говорил, что, приводил пример там, проповедь, и привел такой пример, что один брат ехал по GPS-у и приехал не туда, то есть заблудился. А потом говорит, ну, что вы хотели? GPS, там по GPS-у вел меня женский колодец. Женщина вела? А куда она может завести? Понимаете? И, ну, там сидели старицы, там сидели женщины. Это большая церковь, тысячная церковь. И они мне когда прислали, ну, ну, некрасиво так делать, понимаете, он просто закрыл уши женщин. То есть он просто отвратил людей от себя. Таких шуточек не должно быть. Мы не должны унижать, особенно здесь, в Америке, вообще мы не должны унижать ни женщин, ни мужчин, не унижать какую-то нацию, не унижать какую-то динаминацию. А вы знаете, вот эти есть там вот такие, они вот всегда вот так. То есть в своем послании никого не унижать. Это должно быть золотое правило. Если, некто сказал, что если ты не можешь кого-то поднять в своем послании, то лучше вообще молчи. Мы должны lift up, да, то есть мы должны, наоборот, поднимать людей, мы должны encourage people, мы должны ободрять их, вдохновлять их. То есть людей побуждать к положительному. И не говорить критики в своих посланиях, не говорить, чтобы, ну, как бы, не обличать в своей истории кого-то. То есть это история обо мне. я делюсь о себе. Не о ком-то. Я делюсь о себе, как Господь действовал в моей жизни. Что Господь сделал со мною, что Господь сделал с моим сердцем. То есть мы должны делиться о своей истории. Это четвертый пункт. И очень важно, никогда не рассказывать анекдоты про какие-то нации, никогда не вступать в дебаты какой-то, когда в интернете, там, ну, начинают за какую-то страну или за какой-то народ говорить. Сколько существует интернет, я никогда не старалась вступить в какой-то диалог, дискуссию или даже спор насчет какой-то, насчет какого-то национального конфликта. Просто обходить эти темы. Или спор насчет какой-то доктринальной взгляда, там, что одни считают так, другие считают так. Ну, считают и пусть считают. Зачем спорить? Все равно каждый останется при своем мнении. Ты не поменяешь человека. Он так научен, он так наставлен. Если надо, Бог ему откроет. Наша задача, наоборот, людей поддерживать, подбодрять. И мы слишком много делаем фокус на работе дьявола. Что он сделал? Что на наших ранах, на каких-то наших разочарованиях, на каком-то негативе мы делаем очень много фокуса. Вместо того, чтобы делать фокус на позитиве, вместо того, чтобы делать фокус на том, что Господь дал нам дары, и мы их должны использовать, наша жизнь не принадлежит нам самим. Она принадлежит полностью Господу. И мы должны учиться, как доносить Евангелие. И наше слово должно исцелять, приносить надежду. И у каждой из нас есть дары. У каждой из нас есть дар учительства, администратора, служащего, раздавателя, душепопечителя, и так далее, и так далее. У каждой из нас есть дары. И мы должны своими дарами служить. И фокусироваться не на работе дьявола, на каких-то конфликтах, а на работе Бога. Что Бог хочет? Он хочет, чтобы мы созидали друг друга. Он хочет, чтобы мы помогали друг другу, помогали расти в вере, помогали расти в следовании за Господом. И мы ответственны друг перед другом. В Новом Завете более 85 раз написано друг для друга, друг о друге, друг за друга. Поэтому это очень важно, то, что вот мы говорим. И пятый пункт, нам нужно учиться управлять своим голосом. Если даже нужно, может быть, пойти к вокалисту поработать со временем, когда это будет уже, ну, как бы, более профессиональный спикер вы будете. И я лично ободряю, я знаю, вот что тут есть, например, Лена Бедрик, да, ты должна быть спикером, уже пора тебе выходить и быть спикером, давно пора. У тебя есть, много есть чего, чем ты можешь поделиться. и поэтому нам нужно работать над своим голосом. Не стараться кричать, не стараться говорить, знаете, вот так вот, а вы знаете, я расскажу свою историю, как бы, этот голос должен быть естественный. Конечно, мы должны использовать паузу. Это очень важно, замолкать, знаете, промолчать. Ну, это когда не то, что наша история короткая, а когда это действительно спич на сцене, да, но понимать, что наш голос должно быть приятно слушать, он должен быть приятный на слух, он должен быть спокойный, уверенный, но не без эмоций. То есть, мы можем пошутить, мы можем посмеяться, мы можем поплакать, но в то же время, чтобы нас было приятно слушать. То есть, тембр голоса, работать над голосом, записать себя, послушать себя со стороны и записать еще раз. И еще раз, если пять пунктов пройти, чего не нужно делать, это никогда не извиняйтесь, что вы недостаточно готовы, это первое. Или, может быть, вы не выспались, или, может быть, вы как-то не так себя чувствуете, или не уверены в этой теме. Даже если вы не уверены в этой теме, лучше ее отложить, не говорить. Если вам внезапно пришлось сказать, все равно говорите решительно то, сколько вы можете вспомнить, и Дух Святой вам поможет. Второй пункт не хвалить себя. Мы должны понять, что мы не себя хотим показать, а всегда перепроверять свою мотивацию, что мною движет. И молиться, чтобы Господь привел наше сердце в такое состояние, чтобы мы действительно хотели прославить Христа в нашей жизни. То есть, наш месседж должен быть христоцентричным. избавляться от разных слов-паразитов. Третье. И не говорить междометие, много так ну и и так далее. То есть, это режет слух. Особенно профессиональным людям, которые, мы знаем, что в миру очень много сейчас спикеров, очень много коучеров, они берут разные классы, тренинги, и мы не должны тоже отставать от этого. Я сама беру постоянно какие-то тренинги, все время учусь, учусь. И вы знаете, недавно я брала два класса по тренингу, тренинг по медиа, и вы знаете, я поняла, что наш мир в ближайшее время очень сильно поменяется, очень. И платежные вот эти системы оплаты, то есть, все на нас столько, технологии настолько вырастают, что нам нужно многому учиться, очень многому. Хотим мы этого или нет. То есть, Господь нас будет выводить, из зоны комфорта. Четвертый пункт не унижать никого, не унижать женщин, не унижать мужчин, не унижать какие-то конфессии или нации и стараться созидать и ободрять и поднимать дух человека. И пятый пункт это правильно управлять своим голосом, то есть говорить естественно и может быть какие-то консультации взять так, чтобы наш голос звучал естественно такой, какой он есть. Вот эти вещи, которыми я хотела поделиться с вами сегодня. Если у вас есть вопросы, вы можете писать ниже. И я бы хотела спросить вас, насколько эта тема интересна тем, кто слушал, насколько она актуальна, насколько, может быть, слишком много вопросов задаю, но тем не менее я знаю, что она отклик найдет, может быть, через какое-то время вам придет такое желание делиться вашей историей и важно вот эти все пункты учитывать и много других еще пунктов, то есть часть, которую мы сегодня пробежались, поэтому хотелось бы знать, насколько вам эта тема интересна и те, кто только подключились, тоже прослушайте ее, то есть те пункты, которые мы должны учитывать, когда мы делимся своей историей, что нужно делать, что нужно учитывать, и также те моменты, чего не нужно делать, когда мы делимся своей историей, она должна быть христоцентричной и она не должна никого унижать, оно должно быть созидательное. Как вы считаете, нужны ли такие темы и нужно ли их поднимать, оставьте комментарии и поделитесь этой темой, не забудьте поделиться, чтобы еще больше сестер могли услышать это и учиться, как правильно доносить нам, как правильно возвышать голос в интернете, чтобы нас, христиан, было слышно, чтобы мы работали над тем, чтобы создавать видео максимально с пользой, чтобы мы могли иметь вот это пространство и свое влияние. Ой, очень хороший вопрос, мне нравится этот вопрос, мне нравится этот вопрос, потому что я брала целый класс, я брала в одной американской церкви, я брала класс для сложных вопросов, и это бывает не только, когда ты лайв делаешь и появляется вопрос, это бывает еще, здесь вопрос такой прозвучал, как правильно, потому что он уйдет наверх, и мы можем его пропустить, как правильно вести себя, задаются вопросы не по теме, если вы будете отвечать на каждый вопрос не по теме, то вы не передадите свою тему, вы не передадите свою тему, понимаете, вы должны идти по своей теме, и всегда помнить, когда, как у нас делали американцы преподаватели, когда преподавали в институте, студентов, ну, скажем, аудитории 20, как минимум, может быть, больше бывало, и поднимаются руки, он говорит свою тему, задает вопрос вообще не по теме, или у него это есть теме, но она будет позже, и так далее, и он просто, если это не по теме, они вот так отвечали, о, хороший вопрос, давайте вернемся к нему позже, мы к нему вернемся позже, и все, и просто идет дальше человек, потому что если вы будете останавливаться по каждому вопросу не по теме, вы не сможете передать свою тему, а вам нужно передать свою тему, у вас есть определенное время, вы должны уложиться, вы должны передать свою тему, чтобы не обидеть человека, можно задать, сказать ему, очень хороший вопрос, спасибо за ваш вопрос, давайте вернемся к нему позже, вы вы либо в перерыве можете чуть-чуть с ним поговорить, либо бывают вот такие назойливые задаватели вопросов, которые опять и опять и опять задают вопросы, это люди, которым не хватает общения, удовлетворите эту нужду, позовите этого человека вперед на сцену, если это например не онлайн, а вот вживую конференция какая-то, позовите вперед и скажите иди-иди сюда, ну приходи сюда, она подходит или он и вы даете ему какое-то задание, ну например какой-то вопрос, как вы считаете вот здесь и здесь и здесь, чтобы человек поговорил, удовлетворил потребность побыть на публике и как-то поделиться своими мыслями и все на какое-то время успокаиваться назад посадить, потому что нужно уметь управлять аудиторией и нужно держать внимание аудитории, мы об этом еще отдельно поговорим, как смотреть, что ли, ай-контакт был, то есть зрительный контакт был, потому что если у вас нету контакта, если вы не видите аудиторию, вы должны ее чувствовать, вы должны ее держать аудиторию. Ну конечно, когда онлайн это немножко сложно, но тоже можно, но важно учиться держать аудиторию. Если вы будете на каждый вопрос отвечать, то вы не передадите свою тему. И во-первых, во-вторых, вопросы бывают такие, которые отвлекают вообще не по теме и они уводят. Просто сказать спасибо, хороший вопрос, мы поговорим об этом позже. И вернуться к этому вопросу либо в конце, когда будут вопросы-ответы, например, либо в перерыве побеседовать, вот как-то вот так вот. Может быть еще какие-то вопросы у вас есть, вы можете задать, именно в плане спич, что говорить, что не говорить. Мы еще будем проходить по этим всем пунктам. Я бы хотела, если те, кто именно хотят действительно на паблик, на публике говорить, чтобы завели себе какую-то тетрадь и записывали то, о чем мы сегодня поговорили, чтобы это у вас оставалось все-таки в голове, что важно учитывать, какие моменты важно учитывать, чтобы у вас какая-то была, чтобы вам не нужно было пересматривать видео, чтобы набирался материал, и в будущем вы могли его использовать даже в своей аудитории, прийти в своей церкви, например, не все в церкви используют интернет, вы можете прийти и провести такую тему, то есть записывать это. Это вот те мысли, которыми я хотела сегодня поделиться, и если у вас есть вопросы по поводу спич, то вы можете еще писать внизу, и я отвечу на них онлайн позже. Но мы до этого говорили немножко, мы до этого говорили немножко вверху об эмоциях, что когда это один из пунктов, чтобы четвертый пункт, мы говорили, если вы назад прокрутите, что наоборот не сдерживать свои эмоции, а наоборот выражать свои эмоции, это должно быть естественно. Если мы будем все время сдерживать свои эмоции, то наш рассказ будет сухой. Если вы делитесь просто историей, если это просто свидетельство пережитого личного, то ничего страшного, если вы заплачете, это нормально, взять салфетку, вытереть и потом дальше говорить, это нормально, чтобы выразить свои эмоции, рассказать, потому что это же живая история, она касается, и мы не можем как роботы ее просто сухо выдавать. Бывали моменты, я рассказывала, допустим, Бог исцелял мою старшую дочь, она была маленькая, она буквально умирала, и врачи сказали, что она умрет, а она умрет, вот так вот. Я когда рассказывала, как ее Господь исцелял, и как что было, я очень много я не могла, очень много лет и не могла без слез говорить, потому что это пережитое. И это нормально, это нормально, когда мы делимся и своими эмоциями можно поделиться. Конечно, молиться перед этим, чтобы Господь укреплял и помог все-таки не совсем там потеряться, потому что если расплакаться, совсем потерять мысль и последовательность. Поэтому наши эмоции должны быть, естественно, включать эмоции, потому что то, что коснулось наших чувств, оно запоминается на всю жизнь. Почему женщина обижает, будучи обижена, почему ей тяжелее простить, чем мужчине, потому что женщина, когда она стресс какой-то пережила, конфликт, это тоже стресс, то выбрасывается один гормон в ее кровь, по-моему, это прогестерон, выбрасывается в ее кровь, и он находится в ее крови несколько суток после стресса. И поэтому ей тяжелее выходить после стресса, чем мужчине. У мужчины после стресса он сразу уходит. Он может, стресс прошел, он раз успокоился и чувствовать себя нормально может. А женщина, ей нужно время, ей нужно два-три дня прийти в себя после какого-то сильного потрясения, потому что даже состав крови ее меняется. Именно поэтому женщине сложнее прощать мужчину, а мужчине проще. Мужчина утром может подконфликтовать, уйти и вечером прийти с какими-то ожиданиями, а у женщины сих пор еще эмоции. Как бы это немножко другая тема, и скоро мы будем эту тему говорить, именно сестры просили о физиологии, как себя ведет женщина, как себя ведет мужчина, и это влияет на нее. Мы с одним пастырем недавно переписку ввели по поводу как на женщину влияет эмоции, как на ее поведение влияет, и он говорит, что да нет, это не влияет на чего, все зависит от ее состояния сердца. Нет, очень даже влияет. Это равносильно, что какому-то человеку сказать, ты не потей, ему жарко, он не может не потеть, какой бы он духовный не был. То же самое ее состояние, то, что в крови у нее происходит, или, скажем, гормон окситоцин выбрасывается в природах, поэтому у нее появляется привязанность к ребенку. То есть, это влияет, и поэтому эмоции не важны, эмоции не важны, поэтому мы можем их, конечно, контролировать, но это нормально. И поэтому, может быть, у вас еще есть вопросы относительно этой темы, я вам советую эту тему просмотреть, я еще раз повторю те, кто сначала не были с нами, то, что пять вещей, которые нужно учитывать, когда ты делишься своей историей, а также пять вещей, которые, что не нужно делать, это очень важные моменты, нам нужно учиться, как нам коммуницировать, как нам взаимодействовать с людьми, вот, и я сегодня, знаете, вот такую одела косынку, платок такой одела, хочу сейчас его вот так одеть, чтобы вы запомнили эту передачу, и почему это сделала, вы там, если послушаете заново, там, я говорю, что, например, Билл Гейтс, он привел такой пример, сзади, если послушаете, насчет комаров, когда рассказывал о проблеме комаров, малярии, когда вы делитесь своей историей, обязательно сделайте что-то, что людям запомнится, что-то такое яркое, необычное, что людям запомнится, можно приводить какие-то примеры, вот, например, Пол Чрип приводил, он очень хороший душепопечитель, он души попекает людей, и он приводил такой пример, он показывал вот такой две бутылки, а нет, он одну бутылку показывал, и с нее выливал воду, и он говорил, что, если я сейчас вылью отсюда, что выльется? Ну, все говорят, ну, вода выльется, конечно, а он говорит, что с человека выливается то, что внутри, независимо от окружения, и этим самым он хотел показать, что из нас выливается то, чем мы наполнены, например, если мы наполнены Словом Божьим, если мы наполнены Духом Святым, с желанием служить и так далее, то с нас будет выходить что-то, что исцеляет сердца людей, что приносит исцеление, что приносит мир, радость и так далее. Если мы не пободрствовали, и наша плоть начала превозмогать над Духом, то будет выливаться то, что наша плоть может проявить себя, это гнев, ярость, раздражение и так далее, недовольство, ропот, то есть дела плоти, это даже не плот, а дела плоти. То есть нас выливается то, чем мы наполнены, независимо от обстоятельств. Потому что некоторые мамы могут говорить, да он меня уже вывел, вывел я потом, как накричала. это не зависит от того, кто-то тебя вывел или нет, зависит, чем ты наполнен. И вот этот пример, когда он показал бутылочку и вылилось, это очень ну как бы остается в голове, запоминается как картинка. И используйте вот такие картинки, чтобы ваш месседж, ваше послание было запоминающимся. Например, очень хороший пример приводила Кори Тенбум, если вы знаете, которая сидела в концлагере, голландская еврейка, которая сидела за то, что они прятали у себя евреев. Она проповедовала, и она выходила на кафедру и вот приносила такую авоську, и там внутри какие-то камни, там что-то. Она все это выкладывала, вот Господь, это мое, вот это, это мое, вот это, это мое. А потом она опять складывала назад, брала за спину и несла. То есть она показывала, что иногда мы приходим к Господу и мы приносим ему свои проблемы, выкладываем, вот моя такая проблема, вот моя такая, вот моя вот такая. Потом опять берем свою авоську, сумку, туда все обратно складываем и опять уносим. То есть мы не отдаем. То есть она вот так наглядно показывал, что мы часто так делаем. То есть наглядные примеры. Иисус он так делал, он делился историями, он рассказывал истории, притчи, и он рассказывал и приводил такие наглядные примеры, то, что вокруг, тогда оно запоминается. Когда мы глазами видим, больше запоминается, чем мы просто слушаем ушами. И вы знаете, когда мы слушаем, вот когда человек приходит, просто слушает, то он только 5% информации запоминает. 5% из 100%. Когда в групповом обсуждении, то где-то 50% запоминается. Когда он, ну еще что-то, еще что-то. И когда он учит, он почти на 80-90% запоминает, когда ты учишь кого-то. Материал запоминается, почему мы должны учить. И, ну, 100% запоминается, когда ты материал выучиваешь наизусть. Да, это естественно. То есть, когда мы просто слушаем, когда нас просто слушают через уши, мы только 5% информации запоминаем. Поэтому нужны групповые обсуждения, поэтому нужно нам других учить. И вы знаете, уча других женщин, в первую очередь я каждый раз учу себя быть лучшей женой, быть лучшей матерью, быть лучшей сестрой, быть лучшей христианкой, быть лучшей дочерью Бога. В первую очередь я учу себя и повторяю, повторяю это себе. Поэтому пусть Бог благословит вас, сестры. Тут еще многие подключились. Александр и Леночка здесь. Ольга, привет. Ну, просмотрите это видео. То, что мы говорили, я не буду повторять. И если у вас есть вопросы по этому поводу, вы можете внизу написать, прослушать и написать. И плюс еще написать. Я бы хотела все-таки знать. Вот уже несколько недель я эту тему говорю. Насчет того, что мы как женщины должны благовествовать. Мы должны делиться историями. Мы должны делиться вестью о Боге. И согласны ли вы со мной? Нужно ли нам, женщинам, делиться о Христе, вестью о Христе? Либо все-таки мы будем больше зацикливаться на таких темах, как... Ну, они тоже нужны, конечно, там, красота, внешность и все такое. Либо все-таки мы, как женщины, тоже должны нести месседж этому миру. Должны нести свое послание. Дело в том, что на следующий год у нас будет встреча в Амстердаме. По-моему, где-то в апреле у нас запланирована встреча международная, где будут встречаться женщины, которые задействованы в международных служениях. Таких, как, скажем, женский миссионерский союз и так далее. И это в основном западные женщины там, ну, как бы есть, как бы участвуют в этом. Я хотела пригласить на эту встречу кого-то из славянок. Ну, я там попросила, поскольку я там, как бы, непосредственно в организации этого нахожусь. Я хотела пригласить, но мне сказали, если они не задействованы в международном служении, мы не можем это сделать. Для чего это будет встреча? Эта встреча, мы будем иметь анализ, что женщинами сделано уже, и что надо еще сделать. Вот представьте, мы, как русскоговорящее пространство, славянки и вообще, что мы можем, какой анализ мы можем сделать, что мы сделали, как женщины, как мы изменили мир в лучшую сторону, с кем мы делимся о Христе, кого мы ободряем, кого мы утешаем, кого мы спасаем. Иногда порой даже люди не знают, как своей семье помочь, а не то, что кому-то. Поэтому нам нужно учиться, и нам нужно расти, и есть у кого учиться, есть куда расти. Вот, поэтому хотелось бы знать ваше мнение, насколько эти темы актуальны, и напишите, пожалуйста, ваши комментарии, и по возможности поделитесь этой темой. Поделитесь этой темой, поставьте лайк, напишите какой-то отзыв. Даже те, кто позже подключился, вот, и пусть Бог благословит. Вот, если у вас нет вопросов, на этом мы будем заканчивать эту тему. И вы можете ее посмотреть заново. Приветствую вас, Юлия, приветствую вас, Татьяна, приветствую вас, Александр. И, Александр, я бы хотела, чтобы вы тоже посмотрели эту тему, ну, сначала. Вот, спасибо большое. Я вот одела такой платок, чтобы вы как-то запомнили этот эфир. Я это сделала, потому что обычно я не одеваю такие платки. Вот, и это то, о чем мы говорили в самом эфире. Чтобы сделать что-то такое запоминающееся, чтобы люди могли запомнить. И когда-то Господь эту информацию напомнит человеку, когда ему будет нужно в какой-то критической ситуации, и, может быть, он обратится к Господу. Это цель наша, чтобы донести Евангелие как можно большим людям через интернет, используя интернет. И пусть Бог вас благословит. Всего доброго. Спасибо за лайки. Увидимся в эфире в следующий раз. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok